Вы верите? Мир вам! И вам тоже! Я говорю, в какого Бога вы верите? Мы верим единому вечному Богу, единому Святой Троице. Бог Отец, Сын, Святой Дух. Мы православные. Я тоже. Но больше в последнее время склоняюсь к язычеству. Мы пришли сюда, несколько человек, увидели, какая тут беда. Нигде больше такого нету, как здесь. Один разврат, стопроцентный. Мужики половина голые лежат. Мало-мало кто что-то думает. Даже дети какие-то бешеные. Показывают пальцы всякое, сквернословят, матерятся, совокупляются, половые органы показывают. Это Содом и Гаморра. И мы решили им, я беру Евангелие, считаю, псалтырь, говорим о Боге, о страшном суде. Вчера один на меня, мусульманин, натолкнулся. И сходу, прям только-только вот так мелькнуло, и он как заматерился. Я говорю, у вас в вашей природе это не принято. Он так посмотрел. А я это случайно, я в другую сторону смотрел. Прости меня. Русский никогда не извинится. Не извинится. Он показал достоинство свое. Он лежал и туда смотрел. А я выговорил ему. Я говорю, я знаю, что у вас уважение к старшим. Сколько вам лет? 35, а мне 80. Аксакалов уважают у вас. Совет Аксакалов. В Чечне, везде. Он говорит, нет, я на вас. Нет, да что я. Прости меня. Я глядел в другую сторону. Я пример его ставлю сейчас. Вот как надо над совестью своей бодрствовать. Вот такая-то. Ну, вы все правильно говорите полностью. Это вчера у меня был такой случай. Я его записал и в интернет выставил. Пример людям показать. Как надо жить. Я говорю, вот смотрите. Люди как бы там не верили, мы, говорится, не судьи. Ну, вот у нас была миссионерская поездка. У меня вышло 38 книг из печати. И Господь мне положил на сердце подарить библиотеке. И мы поехали. Шоферы, два миссионера, собака. И мы в Барнауле живем. А проехали до Дальнего Востока. В Владивосток. Тихий океан. Там собака искупалась. А потом отсюда материалы забросили к границе. Прошли до Лиссабона. Атлантический океан. Турцию прошли. Скандинавию, Прибалтику, Север. Мы подарили в 650 библиотек книги свои. На 35 миллионов рублей. И мы нигде не встретились, чтобы к нам плохо мусульмане относились. Они как родных нас принимали. И в дом приглашали. И мы молились вместе. Даже в доме мулы ночевали. Вот еще случай какой. Мы знакомы раньше были. Это тоже удивительно. Я, знаете, как считаю. Здесь дело не в том, что мусульмане или православные. Так, сейчас, сейчас, подождите. Я отойду. Сейчас меня вызывают. Заходи. Простите, пожалуйста, у меня... Я сижу один, тут запертый. Я перед окном пробежал. Он, человек, пришел. Молится. Мир дома вашего. С миром принимаем. Проходи. Это у нас такой порядок. Три поклона положил. Мир дома сему. Так. Я сейчас отойду. Если я вам буду нужен, меня запомните фамилию Лапкин Игнатий. В скайпе вы меня найдете. Хорошо. Я 56 лет. Эту работу веду в интернете, в университетах, по радио, везде. У меня книга вышла отдельный, 26-й том, про Коран. Я его Коран весь разбираю по сурам и аятам. Вот. Угу. Можно еще раз Лапкин Игнатий, правильно? Да, Лапкин Игнатий, да. Так, сейчас... Я вам такие дам данные, которые... Там не критики, ничего нет. Я просто каждый аят сравниваю с Библией. Ну, у меня это... Помощники хорошие. А вот если зайдете в Ютубе, называется «Во свете Библии». И тут 14500 роликов у нас в Ютубе. Мы строим православную деревню с нуля. Вам будет очень интересно это. Вы увидите, как мы были в шести мусульманских республиках, как встречались, как в мечети молились. Молились по православному, а потом в последнем поклоне склонились, как у мусульман принято. У нас тоже так молятся. Вам будет очень интересно это. Это нельзя искусственно сделать. Представьте, 650 городов посетить. И мы во Франции встречались с мусульманами. Турцию прошли, там, с той стороны Черного моря. У нас там узнали они, что мы миссионеры. Так они нам, эти, на турецкой таможне, молодые эти, турчанки, так они нам этот чай приготовили, прямо на таможне на самой. Вот как дело это. А когда узнали, что мы были в этом, сейчас я могу маленько ошибиться, кажется, в Каспийске были, так они нас в магазин завели. Мы говорим, нет, нет, они нам сыру дали, хлеба, помидоров и все. Так мы им сфотографировали, фотографии послали даже туда. Вот как надо жить-то? С Богом? Это вообще... Простите, пожалуйста. Все, я отхожу сейчас. Ко мне тут по делам пришли. Приятно Вас слышать, спасибо. Я найду Вас в скрипе. Так, храни Вас Господь, до свидания. Вас тоже, спасибо. Как дела? По милости Божией, храни мы Господом, чего и Вам желаем. Это хорошо. Ну что жизнь, по милости Божией, мы верующие. Если Вы хотите побеседовать, Вы папиросы только уберите, у нас не положено говорить. Задавайте вопросы, сделайте, чтобы лицо было видно. пониже опуститесь. Я слушаю. Какие у Вас, может, вопросы есть по жизни? Вы же не поднимаете, извините. Я не могу выше поставить. Да почему же я не понимаю? Я понимаю это. Тут прячутся от алиментов и прочее. Да нет, это мирное время, нам нечего прятаться. Зачем себя унижать так? Мы же плохое не говорим. Что нам? Прячется у кого какое-то зло на кого-то? Или прячется от кого-то должник. А мы совершенно свободные люди. Ну, я же сейчас курю, правильно? А Вы положите, пока не курите. Пока ничего не случится. Лишний день проживете. Сколько нам отпущено, сколько проживем? Ну, сделайте уже это. Сами для себя это одолжение. Неужели Вы оценили нашу встречу дешевле папиросы? Давайте, чтобы видно было. Не подбородок, а чтобы лицо было видно, глаза человека. Опустите маленько, поговорим. А, чтобы расстаться мирно. А, сигареты мы просто не будем? Да. Нам, видите, мы же не преступники никакие. Мы, граждане своего государства, не затеваем никакие мятежи. Мы говорим о Боге. Вот мы молимся и говорим, Господи, пошли добрых проповедников. К христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам. И всем возвести любви Твоей. Вы курите все же, да? Ну да, я же сказал. Оставьте ее. 12 лет жизни отнимает табак, это не игрушка. А остальные годы-то там хорчит туберкулезом. Это же все глупость. Я вам еще раз говорю, сколько нам Бога на тучи, настолько и проживем. Вот почему некоторые не курят, не пьют, и живут там 30-40 лет, и их Бог забирает. А кто-то и пьет, и курит, и живет до 80-90 лет, и до 100 лет живут. Бывает и так, бывает и так. А если бы он не курил, он бы жил еще дольше. Если он курил, то жил. Больше стало не дано. Ну дано-то дано, но если вот мы все время будем... Не нашли мы еще до этого. Почему-то Бог не дает. Ну а если бы давал больше жить, у нас бы было просто перенаселение планеты. Только чтобы вы ни одного матерка не говорили. Давайте поговорим без руганий, чтобы было. Да, у Бога все вымерено. Да, у Бога вымерено все. В 138-й псалом написано так. Зародыш мой, видели очи твои, Господи. В твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. У Бога же все известно. Вот это наше тело называется храм. Храм. Главный храм. Где Господь говорит, я и отец придем, и обитель у него сотворим. Ну какой это храм, когда там зловония табачная. Как вас зовут? Меня зовут Игнатий Лапкин, город Барнаул. Вы если зайдете на наш YouTube, во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы там найдете 14,5 тысяч роликов. Мы деревню строим православную. Вы опять курите. Вот какая зависимость рабства. Делающий грех, сейчас раб греха. Даже я вас уже прошу, и ничего нельзя. Это полное рабство. И вы не соглашаетесь. Вы не можете без этой соски уже жить. Это унизительно. И не отрицаю. Ну сами-то подумайте. Если бы табак нужен был, то было бы выхлопная труба была на голове где-то. Но нет ее. В природе никто так безжалостно не расправляется со своим телом, с жизнью, как с человеком. Вот эксперименты прошли на дорогах. И оказалось, самая осторожная птица гуси. Переход улицы где. И самый неосторожный оказался человек. Вот и все. Кстати, вот вы, я сам за рулем ездил, я вот замечаю, даже уже собаки переходят по переходам. Да. Собаки. Животные уже понимают, что нужно по переходу эти люди, просто и на раз. Ну я это пример сказал. Дело в том, что мы... Я сам за рулем постоянно ездил, поэтому я знаю, как. Мы готовы переходить из смерти в жизнь. Так, вы все же курите. До свидания. Ладно. Вы не хотите нормально. По все милости его. Ага. Как дела? По милости Божией. У верующих всегда дела хорошо идут. Они доверяются Богу. И не пытаются придумать что-то. Сейчас, подойдите, я покажу вам... Только чтобы не ругались. Нет, нет, я не ругаюсь. Хорошо. Покажите. Вот. Я вижу, там храм строится. Храм, да. Церковь. Да, церковь. У вас там недалеко что там еще? Строения какие-то? Вот. Ну это, похоже, православный храм. Да, да. Ну вот у нас тоже храмов много. Надо верить в Бога. Жить для Бога. Откуда вы? Как говорите? Откуда вы? Вы возьмите микрофон поближе к себе. Это город Барнаул. Алтайский край. Барнаул? А без края, а я слышал. Мы пришли сюда возвестить волю Божию, чтобы люди жили по Евангелию. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, да. Тут много зла, много зла творится здесь. Безобразничают люди, много. Голые. Вот здесь, на этой рулетке. Да, знаю. А что тут знать-то? И понятно, что собрались люди неверующие, плененные грехом. Делающий грех, есть раб греха. Раб. Сатана сел и руководит. А верующий, он свободен. Он не будет сосать дым какой-то, пускать и прочее. Верующий, он свободен. Он молится. Жизнь свою доверяет Господу. Живет в страхе Божьем, чтобы волю Божию не нарушить. Не огорчить своего Создателя, который меня создал. Дал мне небо, землю, все, что окружает. Надо Бога благодарить. Он чудом все устроил. Размышлять надо о Боге. Если у вас есть возможность, чтобы вот такая у вас книга была. Да, я мусульман. А что мусульманин? Господь будет судить нас по Слову Своему, как Он сказал. Я, говорит, вас не сужу. Это Евангелие от Иоанна 12, 48. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Оно. А там разницы нет. Кто? Буддист, еврей. Господь Христос будет судить по Слову Своему. Вот так. Но вот если мы знаем и не делаем, то бит будет много написано. Кто знал и волю Божию, и не творил ее. Да, так Господь устроил. Вот люди начинают говорить вчера мне, а я язычник. Я говорю, а что это такое? Ты поклоняешься дереву, камню, а творца не знаешь. Я язычник. А другая девчонка, а я сатанистка. Я говорю, ты играешь этим. Когда ты будешь помирать, а тебя дьявол потащит в ад, ты тогда вопить будешь орать очень громко. Ты тогда поймешь, что ты проиграла все. Все. Верить надо в то, что Бог открыл Слово Свое. А Слово Его истинное. Господь говорит, бодрствуй над Словом Моим. Там ни одна буква не изменена. Слава Христу. Давай тогда. Так, до свидания пока. До свидания. Да слава Христу. Про дела спрашивать можно у верующего. Никакой обиды не будет. Потому что мы по воле Божией живем. Все время молимся. Благодарим Бога. Не воруем, не ругаемся. Какие дела? Дела божественные. Они приятные. Детей аборты не делают. Не матерятся. Какие дела? Святые дела. Господь говорит, будьте святы, как я свят. Так, повторите микрофон поближе. Сделайте. Здорово, как я говорю. Да слава Богу. Благодарить надо за все. За здоровье, за болезни. Вы ушли. У вас только глаза видать повыше поднимите. Вот так. Сколько у тебя лет? У вас микрофон далеко. Поближе сделайте, чтобы слышно было. Сколько у вас лет? Мне 80 лет. Вот, как хорошо. Да, это город Барнаул, Алтайский край. Господь жизнь продляет, чтобы мы служили Богу, радовались, благодарили. Да, правильно делал. Ну, видите, как вспоминается хорошее. Вот мы сделали поездку большую, миссионерскую. Из Барнаула доехали до Владивостока. Я везде дарил библиотеке своих 38 книг у меня вышли из печати. А потом проехали до границы, до Португалии, Испания. Про это позади остались. Потом прошли Скандинавию, Прибалтику, Север. 650 городов посетили, районных центров. Я везде дарил... Так, не слышно, поближе микрофон. Ты откуда сейчас? Город Барнаул, Алтайский край. Алтайский край. Вот начнешь говорить о Боге. А я мусульманин. Я говорю, так мусульмане что, они бессмертные что ли? Они что же умирать будут? Ну да. А раз умирать, надо думать, эта жизнь кончится быстро. Ты даже не увидишь как. А там-то дальше, где ты будешь? Или в огне мучиться с сатаной? Или с Богом в раю будешь? Ну, я не знаю. Так вот не знаю, зачем же ты сюда пришел в рулетку? Ты разделся и ждешь чужих женщин. А свою там оставил. Чего ты кого хочешь обмануть-то? Я в жизни сколько прошел, вы во сне не видели. Нас в то время советская власть сажала. Мне пришлось пять тюрем пройти. Реабилитирован теперь. По политической статье гнали всех. Да я брал еще интервью репрессированных. Архипелаг ГУЛАГ насчитал, распространил по всей стране. Есть что вспомнить? Да, да, хорошо все. Господь призывает всех покаяться, потому что за наши грехи Христос умер. И поэтому, веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Он взял заместитель наш, взял наши беззакония и понес их на себе. И кто будет веровать, креститься, спасен будет. Тут все просто. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Вот я считаю, книга у меня такая. Вот посмотрите. Посмотрите сейчас. Я вам покажу, какую книгу. Что написано? Коран. Смотри, на другой стороне, что написано? Коран для мусульман. Я мусульманам говорю, вот кричит Аллах, Аллах, а сам еще не считал даже. Я говорю, ты хоть один раз-то просчитай вашу книгу. Что ты, разве можно так жить слепой? Я говорю о вечности, о муках. У вас там тоже написано так? Что если ты будешь злодей, там, старших не уважать, там, ну, проще все. И уже он накажет Бог? А что ты? У меня вчера интересный случай был. Я вот так зашел, а тут мусульманин лежит. Вам уже не слышно.